Восьминому трудиться надо, терпение большое иметь и еще что сказать, ну прощать друг другу. Меньше заниматься ненужными делами, как, допустим, курение, выпивка, скандалы, а лучше жить дружнее и все получится. Именно такой секрет семейного счастья за долгие 65 лет выработали Евгения Ивановна и Иван Васильевич. А начиналось все в далеком 50-м году. Тогда молодой, но уже ветеран войны, приехал в Усть-Бюрг. За плечами бои на Донбассе в Третьем Украинском фронте, ордена Отечественной войны первой и второй степени, а впереди вся жизнь. На работу устроился в Уйбацкий лес промхоз мастером и там же встретил свою судьбу. Я приду в бухгалтерию, посмотрю, так знакомлюсь с девчатами там все. Ну и присмотрелся маленько, значит, заинтересовалась. И мы с ним встречались всего вечера два, уже три, вот так 65 лет вместе. Вместе работали, вместе начинали с нуля. Первое время пришлось жить в семье жены в маленькой комнате. Говорят, спасибо теще, помогла молодым сохранить мир. Так даже у Андреевых родились дочь и сын. Свой угол появился лишь спустя несколько лет. Трудности не просто сплотили, помогли двигаться вперед, получить образование. 13 лет Иван Васильевич отработал нормировщиком, а параллельно и депутатом сельсовета. Тогда же в память о всех фронтовиках пообещал построить в селе мемориал. Обещание выполнил, когда в 1963 году был избран председателем сельсовета. Памятник до сих пор стоит в узбюре, огорчает лишь, что не в первозданном виде. Супруги Андреевы и сегодня почетные жители села, хоть и пять лет, как переехали в Абакан. Огород хозяйства стали не под силу, а здесь дети и внуки, которые окружили дедов заботой и любовью. Именно супруги стали настоящим центром большой и дружной семьи Андреевых, в доме которых на праздники собирается вся родня. Мы уже друг на друга всегда надеялись, что мы здоровье не подведет, значит, вместе проживем долгую жизнь. Анна Ахпашева, Станислав Холчинаев, Вести, Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова